Да, садитесь. Вот так. Пока, хватит. Тихо, по вечеру. Калиску на завод, скрывать еще не надо. Тихо. Вот с опозданием мы начинаем сегодня. Мы начинаем сегодня достаточно необычное, в общем, дело для нас. Для меня самого и аудитории, в общем, для меня много. Мы сроком, потому что постоянно начинаем. Громче. Громче. Ладно, постараюсь. Здесь постоянно проходят какие-то семинары. Не хватает стульев. Давайте вот сюда, вот так, чесновато. А там еще придут коллеги. Придут еще там десятки. Вообще, когда записалось 21 человек, и почти все новые для меня люди, я подумал, что на первом занятии надо будет распугать всех, потому что половина отсеялась сама собой. Но, тем не менее, попробуем. Итак, мы начинаем университетский проект с серии такого рода курсов, на которые приглашаем людей бескорыстно и искренне заинтересованных в знании. То есть, для того, чтобы получать какие-то дипломы, хотя, в общем, до этого мы тоже собираемся довести дело в университетском проекте. Но пока будем делать курсы, стараясь выдерживать их в университетском стиле и жанре, по крайней мере, в университетском, так как мы это понимаем. Поэтому я буду стараться воздерживаться от разного рода актуальных тем, актуальных ситуаций, на которые сейчас приходится говорить часто, много. Но в этом курсе мы будем держаться, собственно, темы и знания. Хотя, наверное, при обсуждении каких-то вопросов все равно могут возникать там примеры, темы из актуальной жизни. Это что касается, как бы, начала этого процесса. Сейчас первое занятие по введению в теорию систем или в системный подход даже, правильнее так называть. А это же тема в эти, этот уикенд будет открыта в Макелеве, куда я еду. Там тоже начинается у нас такой дистантный проект и курс. И, кроме того, по материалам самих моих лекций, докладов и обсуждения я постараюсь подготовить некий текст по этому развороту философии и методологии. Мне уже пришлось прочесть аналогичный курс в нескольких аудиториях. Первый раз он был отработан на курсах по переподготовке менеджеров образования в Академии последипломного образования. И в течение четырех лет я читал это, пытаясь приспособить к как раз программе переподготовки менеджеров образования, которую я сам и разрабатывал. Второй раз это было апробировано на аудитории лидеров неправительственных организаций. И там приходилось это адаптировать к другой публике, к другой аудитории, к людям с другим знанием. Сейчас я постараюсь сделать это более универсальным образом. То есть не очень адаптируя к собравшимся людям. Не очень. Это означает, что я не буду абсолютно в отрыве от ваших знаний и потребностей это читать и рассказывать, потому что такое введение в системный подход и задумано, и в общем я ее буду пытаться строить, как введение в системный подход до гуманитария. Понимая, что гуманитарии во многом лишены знаний по каким-то базовым дисциплинам, базовым предметам, необходимым для освоения системного подхода. С другой стороны, именно в гуманитаристике и в разного рода социальном знании, деятельностном знании на сегодняшний день ощущается наибольший дефицит системности, системного подхода, системных представлений. Поэтому я уже давно отвык читать собственные университетские лекции или разговаривать с аудиторией абсолютно несамоопределенной и витающей где-то в облаках. Чаще приходится встречаться с людьми, занятыми какой-то практической деятельностью или пытающимися заниматься практической деятельностью. Но, тем не менее, уже много лет в делании докладов, в чтении лекций я руководствуюсь одной старой схемой, которую заимствовал когда-то у одного из первых бизнес-консультантов, но тогда это нельзя было назвать бизнес-консультантов, управленческих консультантов в Советском Союзе, Юла Лохуровича Логлайда. И, объясняя, как мы будем работать, что это будет, я начну именно с этой схемы. Потому что нам придется обсуждать не только то, что я могу говорить, но и то, что вы знаете и должны знать. Схема Логлайда, она очень простая, в том смысле, и представляет собой развеение всего пространства. Потому что мы здесь можем говорить, обсуждать, знать на четыре квадранта, заданных такими осями. Вертикальная ось, она касается меня, того, кто говорит по преимуществу. Это не означает, что только я здесь буду говорить, я буду что-то спрашивать, или у вас появится желание что-то спросить, откомментировать, возразить и так далее. Поэтому эти ось и заданы именно вот этими позициями. Моей позиции по преимуществу говорящего, и вашей позиции по преимуществу слушающих. И у этих двух осей как бы два полюса. Один полюс там, где я что-то знаю, и вы что-то знаете. На другом противоположном полюсе я не знаю. Есть много вещей, которых я не знаю, которые, в общем, так или иначе, будут попадать или втягиваться в наше с вами обсуждение, или в наше пространство совместной работы. Но и вы, собственно, многого не знаете. Соответственно, если вы сюда пришли, откликнувшись на некоторое объявление о том, что будет предложен некий курс лекций, значит, скорее всего, если брать по горизонтальной оси, и вас интересует та половина, где вы чего-то не знаете. При этом, наверное, упор может делаться на то, что я знаю и могу вам рассказывать. Но в то же время есть и большое пространство, знание, содержание, которого я тоже не знаю. Но оно может влиять на то, что мы обсуждаем, и так или иначе, открываться в нашем обсуждении, если мы будем разговаривать, коммуницировать всерьез. И вот эти четыре квадранта организуют пространство таким образом. Есть зона банального знания. то есть это то, что знаю я и знаете вы. Это, собственно, начало, от которого мы можем отталкиваться. Потому что, если бы вы вообще не знали ничего того, что знаю я, и у меня не было бы знания того, что знаете вы, мы бы вообще не могли вступить в коммуникацию, в какой-то разговор. от банального знания сама по себе лекция чаще всего движется, или там какая-то учебная ситуация, учебный разговор двигается в направлении к тому, что я знаю, но вы не знаете. время от времени могут возникать вопросы из области того, что вы знаете, но я не знаю с третьего квадранта. Так или иначе, задача любого университетского курса, доклада человека, который работает в какой-то области, предполагает экскурсы в область проблем или в область отсутствующего знания того, чего никто не знает, и где, собственно, лежат ориентиры, проблемы, вопросы, которые следует узнать, следует организовать познание, исследование, направленное именно в ту сторону, и если мы хотя бы обозначим какие-то такие моменты время от времени будем обозначать моменты, которых никто не знает, это, собственно, залог развития. Развития не только тех, кто пришел что-то узнать, но и развития всей области знаний, области деятельности, которая перед нами открывается. Но теперь я для начала хотел бы обозначить зону банального, условно банального, или того, что и я, и вы предполагается знаем для того, чтобы отталкиваться от этого, двигаясь к тому, что я буду говорить, чего вы точно не знаете. Эта зона включает в себя несколько областей знания. Ну, во-первых, это математика. Без математики вообще подходить к системному подходу, к обсуждению проблем и тем теории систем невозможно. Но из математики я буду рассчитывать или, по крайней мере, то, от чего я должен буду отталкиваться, это, в общем, математика средней школы, плюс несколько областей, которые в вузах так или иначе затрагиваются теми, кто математику изучает даже в очень слабом виде. Как то экономисты, психологи, социологи, кто-то еще изучает математику не на профильных математических или журналистикой. Не знаю, изучают журналисты математики. Обжигаясь. Ну, вот, значит, вот из этой самой, так называемой, высшей математики мне нужны будут очень простые какие-то вещи, на которые я буду обращать внимание, от которых буду отталкиваться. Скажем, элементарное понятие теории вероятности, элементарное представление о матрицах и графах, элементарное представление о измерениях и статистике. Если будет оказываться, что кто-то по специфике своего образования не доходил до этих элементарных представлений, на них до этих элементарных представлений, то на них придется, ну, как бы, сосредоточить немножко внимание, как бы, их слегка ввести. Но я буду исходить с того, до поры до времени, что вот эти элементарные вещи вам известны. Поэтому вы не должны стесняться или как-то тормозить. Если я начну говорить о чем-то, что вам совершенно неизвестно, надо меня останавливать. Мы это как-то проговорим. Элементарные какие-то вещи ведем для того, чтобы двигаться дальше. Помимо математики, или в эту же область математики попадает логика. То же самое, независимо от того, насколько, скажем, подробно, глубоко вы изучали эту дисциплину в вузах, мне потребуются самые элементарные вещи, отталкиваясь от которых мы будем говорить о вещах более сложных или менее известных. Например, о содержательной генетической логике или о каких-то таких вещах, которые необходимы при работе с материалом системного подхода, с теорией системы. Помимо этого, нам нужен будет большой пласт семиотики. Туда же включается семиотику, если вот логику я бы относил к математике, сюда относится лингвистика, языка знания. Без этого никак нельзя обойтись. Здесь, опять же, необходимо будут, с одной стороны, какие-то элементарные знания, которые должны быть у каждого, кто хотя бы чуть-чуть изучал иностранные языки в школе, одну язык, грамматику и так далее. Ну и если понадобится введение более сложных каких-то категорий или понятий из этой области, мы тоже будем их стараться вводить. Дальше. Это физика. Физика или в широком смысле естества знания. И из этой области нам понадобится следующее. Понимание хотя бы двух, трех физических законов с тем, понимание в том смысле как они получены, что они собой представляют и как они вообще работают в практике. Не важно какие законы, наверное, не принципиально это будет, думаю, что можно было бы остановиться на каких-нибудь простейших вещах, связанных с метоновской физикой, механикой, электричеством. или еще чего-то. Важно, что знания этих хотя бы нескольких простейших физических законов должно присутствовать для того, чтобы мы могли при необходимости развернуть метод, которым они получат, как они доказываются и как они употребляются. То есть они нужны будут нам не столько сами по себе, сколько для вытягивания иллюстрации метода. помимо этого нам понадобится какая-то опять же элементарная база философии. философских из области базы банального знания философии нам понадобится хотя бы развлечение. Скажем, знания и познания. Развлечение мира, как он есть, и картины мира. И почему мир и картина мира не совпадают. Все остальное из области философии если понадобится мы будем на этом останавливаться и каким-то образом это обсуждать. И то, что нам еще понадобится это знания о человеке и деятельности. если дохотя до физики и до философии даже в этом перечне банального знания, на которое нам придется опираться, я могу апеллировать к школьному знанию, к предметам, которые практически все за очень редким исключением так или иначе проходили в школе, вузе, еще где-то, то по отношению к человеку и к деятельности здесь есть некоторая трудность, потому что таких дисциплин, которые обязательно бы проходились во всех учебных заведениях, практически нет. Но нам и не понадобится какое-то там очень специальное, очень профессиональное знание по этим областям. Про человека. Мне будет достаточно того, чтобы вы актуализировали ваши знания о педагогике или педагогическом процессе. Вы просто все когда-то учились, поэтому даже если вам никогда не преподавали педагогики или педагогических знаний, тем не менее сам по себе педагогический процесс в вашей памяти, в вашем опыте присутствует. И этого более чем достаточно. По большей части нам не потребуются какие-то специальные антропологические, психологические знания и так далее. Тем более, что по большей части они представляют собой полный барахол. Поэтому просто достаточно здравого смысла и опыта педагогического для того, чтобы получить некоторое представление о человеке и его развитии. О деятельности. Деятельность точно так же. Нигде специально не преподается редкие философы получают знания о проксиологии, редкие психологи доходят до инженерной психологии, эргономики или каких-то таких вещей. Поэтому то, что нам понадобится из деятельности это скорее экономика. Но экономика опять же не как профессиональное занятие экономистов, а опыт, элементарное знание об экономике, которое достаточно просто для грамотности современного человека. ну собственно даже если я чего-то упустил, забыл и так далее, вот как бы такой список опоры бэкграунда, фундамента банального знания, от которого мы будем отталкиваться, двигаясь к тому, что я буду говорить. И давать в области того, что я знаю, а вы не знаете. понятно, что весь этот список каким-то образом транслируется из области банального знания первого квадранта в третий квадрант. то есть каждый из вас наверное получал какое-то образование, изучал какие-то дисциплины глубже и больше чем я, поэтому почти все из того, что я перечислил в банальном знании, у вас присутствуют в каком-то какими-то аспектами в большей степени чем у меня. поэтому вы можете знать больше меня по этим областям и по некоторым другим, которые я здесь не перечислял. Поэтому вот это знание ваше является тем критерием или тем материалом, на основе которого вы можете критически относиться к тому, что я говорю. и это очень обязательное условие критического отношения к тому, что я говорю, но критического не по природе человеческого сволочизма, а я лечу иначе, а на основе имеющегося у вас профессионального знания, вашего профессионального или даже личностного опыта. Только такого рода критика уместна, адекватна в данном случае относительно того, что я буду говорить. И соответственно, если мы будем выходить на какие-то проблемы, про которые или относительно которых отсутствуют знания в известных нам с вами научных, практических, инженерных дисциплинах, то мы не должны подходя к такому отсутствующему знанию заменять его первыми попавшимися мнениями. Опять же, а я лечу, мы должны относиться к отсутствующему знанию как к отсутствующему знанию. Не знаем, значит не знаем. Ну, а дальше одна из тем уже в самом системном подходе, она вообще касается проблем или такой области, которая достаточно не развита до сегодняшнего дня, апоретики. Или знанию об опориях, противоречиях, проблемах. когда-то немецкий флотсов Николай Гарбен предложил этот термин для такой области знания, но в общем-то она до сих пор не разложена. Дальше. Так или иначе, в том, что я буду говорить, для вас тоже будет встречаться много знакомого. знакомого, потому что, насколько мне известно, в содержании советского образования, в этом смысле я не различаю современное белорусское и советское, мне это не существенно, а сейчас оно фактически одно и то же. Ну, по крайней мере, с той позиции или с той точки зрения, которую я сейчас представляю. Так вот, в содержании советского образования достаточно много рассыпано разного рода системных категорий. Так или иначе, обрывки системных знаний у вас есть. Но я подозреваю, причем это подозрение мое не априорно, а оно связано с тем, что я уже указал, что мне приходилось читать аналогичный курс несколько раз в разных аудиториях, и мне приходилось сталкиваться со знанием аудитории об этом. Мое знание об этом и ваше будет сильно различаться. В каком виде, в какой форме эти различия будут проявляться, какой они будут выступать, я не могу предсказать заранее, это можно будет зафиксировать только тогда, когда вы их увидите и будете мне давать обратную связь на этот счет. Поэтому свой рассказ, собственно, предложение того содержания, которое я буду делать в этом учебном курсе, я начну с самых азов, с самых элементарных вещей. И начну их вот после паузы, которую делают после того, что я вам сейчас рассказал. Все ли понятно? Принимается ли такая форма нашего с вами взаимодействия и общения в рамках этого публичного курса введения в теорию систем? Есть ли какие-нибудь возражения, может быть, дополнения, поправки? Вопрос. Да? Он чисто по взаимодействию между вами аудиторией. То есть вопросы лучше задавать после того, как вы уже выскажете в селе, когда они по ходу возникают? Ну, в принципе, по ходу. Как только у вас возникли какие-нибудь сомнения и так далее. Я надеюсь, что в мои 55 я еще не дошел до потери памяти, поэтому если вы меня оборвете на полуфразе, то либо я попрошу вас взять паузу и закончить фразу, либо все-таки я удержу ее в памяти, поэтому продолжу говорить то, что говорю, после того, как мы разберемся с возникшим вопросом. Но сам по себе принцип такого рода взаимодействия он состоит в том, что несмотря на всю разницу в нашем знании с вами и понимании я держу в качестве принципа, что я должен относиться к вам как к коллегам, как к равным себе в этой области. А что значит равным? Это означает, что я предъявляю к вашим вопросам, тезисам, сомнениям такие же требования, как и к самому себе. Поэтому вы можете меня останавливать, ну и я в общем могу останавливать вас. И все, что мы обсуждаем, мы должны обсуждать по самому большому счету. Слава Богу, никто из вас не платит деньги за участие в этом курсе. Слава Богу, никто из вас не собирается получать за него пятерки, десятки, сдавать экзамены и так далее. Поэтому мы можем взаимодействовать абсолютно как свободные люди, бескорыстно и искренне заинтересованные в новом знании. реализовываться. Отлично. Еще? Нету? Ну и слава Богу. Еще один из... То есть я вообще по ходу деятельности и жизни руководствуюсь массой достаточно жестких принципов. Не всегда мне удается их реализовывать, но тем не менее они есть и я ее в мере возникновения возможностей буду высказывать. Еще один принцип состоит в том, чтобы говорить не так, чтобы тебя могли понять, а так, чтобы тебя не могли не понять. поэтому в некоторых ситуациях мне придется топтаться очень долго по простейшим вещам с тем, чтобы добиться понемногу. Отлично. Тогда пусть эта часть эта схема в Оглайда пока повисит. Начнем с Азов. Слово система не является для вас новым. Правда ли? Поэтому когда мне приходится обсуждать в чем состоит суть системного подхода, вот тот, который я излагаю, я начинаю с метафорического примера, как правило. Он апеллирует к древней или старой народной мудрости. Когда про человека с ограниченными мустренными возможностями говорят, что он за деревьями леса не видит. Знаете, такое выражение, да, такую фразу? За деревьями леса не видит. А что означает видеть лес за деревьем? От частного к общим. Правильно понимаю? Можно ли считать дерево частным по отношению к лесу, который есть общий? Можно. То есть, можно сказать, что лес это совокупность деревьев? В принципе, можно. Сколько деревьев нужно для того, чтобы возник лес? Два дерева достаточно. Должен быть образ леса, не знаю. Есть какой-то образ леса, понятие. Там нет конкретного количества деревьев, но там, где темною ходят волки, откуда приходят хорошо. В лесу сто или тысячи или миллион деревьев, что лес такая единица само в себе. А что это такое само по себе? При всем при том, что есть тезис о том, что лес это совокупность деревьев. Обладающие дополнительными свойствами, которыми не обладают частные. Птички. Птички это лес. Белочки. Травка. Кручей. Что в отдельности не является лесом, но совокупность взаимосвязанных элементов можно считать лесом. и парком значит мы можем набрать совокупность разных элементов. Например, деревья, зверушки, да? Ну, что-то там еще. И ухватив некое целое назвать это лесом, да? и мы тогда понимаем, что есть некая элементная база, связанная между собой какими-то там связями, а лес это некое обобщение всего этого, что по отдельности лесом не является. Это понятно? Ну, Такой вопрос. Личие деревьев, то есть без птичек, может определяться как лес, но птички без деревьев, если определяться как лес, то есть разделить хотя бы на какие-то уровни. Есть такие вещи, которые в развитии системных представлений называют из множества элементов составляющих систему, системообразующими, а что-то системообразующими не является, хотя и входит туда, да? Или древние схоласты, определяя какие-то объекты, вещи, говорили о субстанции, то есть том необходимом и достаточном, что есть в нашем представлении об этом, и акциденциях, или случайных дополнительных всяких элементах, свойствах, отношениях, которые сути не составляют, но обязательно присутствуют. Отлично. Об этом как бы мы до этих тонкостей еще доберемся. предположим, мы имеем элементную базу, как-то между собой связанную, и будем называть это лесом. Но здесь уже звучало это высказывание. А парком это может быть? лес, белочки, птички, ландшафт. ландшафт. Может быть, может быть, дополнительные дополнительные свойства, наверное, какие дополнительные ухоженности, какие-то дополнительные дорожки. Есть национальный парк, он как бы, парк тоже будет разным. Но у эстонского национальный парк. Большой-большой лес, много тысяч квадратных километров. лес будет входить может в парк, если он большой, как на примере с эстонским. Эстонский парк, если возьмем, там может быть несколько лесов. Или я неправильно понимаю. То есть тогда парк будет стоять выше, чем лес. Вот, например, есть сказки венского леса, вальсы такие. О каком лесе идет речь? Венским лесом называется совокупность парков в Вене. Или там знаменитый в Париже Булонский лес. Булонский лес. Это вообще садик внутри города. Абстракция что? Вопрос в следующем. Мы берем некую элементную базу. Деревья, зверушки, зверушки, ландшафт. Что-то еще. Берем эту элементную базу, усматриваем какие-то связи и отношения между элементами и даем этому название общим. Лес. Можем ли мы это же самое назвать не лесом, а парком? И тогда в чем разница между лесом и парком при общей элементной базе? отношения к этому человеку. Какому человеку? Человеку. А, вообще все. Смотря на когда договорятся, что такое понимание людей лес, что такое парк. Нужно по-разному. судя по всему понимание. Для лесника может быть лес, который для нас лес, это будет парк. И что? Как нужно относиться к этому высказыванию? Ну, относительно понятия. Как мы назови, можем всеми людьми договориться назвать там вещи. Ну, смотри, в системном подходе и в теории систем у нас не будет никаких относительных понятий. Потому что есть железное правило, железный принцип. Вещи надо называть своими именами. А как понять, какое имя у этой вещи? А вот это мы и будем сейчас, на протяжении этого всего курса разбираться. Потому что с этим надо разбираться, чтобы понять. А отговорки, ну, типа, все относительно. Это для туроков. Для людей, которые не хотят разбираться. И для них все относительно. Права человека, конечность бесконечность вселенной, существование несуществования Бога, существование несуществования рентабельности экономики и так далее. Все относительно. Так это все не относительно? Абсолютно. Не относительно. Это абсолютно. Но для того, чтобы это понять, вам надо зафиксировать, чем отличаются лес и парк? Ну, парк могут быть свои дополнительные свойства, которые дополняют лес. Присутствие обязательно человека в плане ухода. Человека за лесом можно сказать парком. Отлично. Теперь смотрите. Значит, когда мы говорим за деревьями леса не видят, мы о чем говорим? О видении. О том, что видится, а не том, что есть. Вы что-то хотели сказать? Уже по моему вопросу предыдущему о разнице между лесом и парком. Я думаю, что при том, что в принципе с точки зрения ландшафта и наполнения содержания этого пространства это может быть одно и то же, но парк и лес будут по-разному определяться. То есть как природный ландшафт, может быть как культурный ландшафт, а дальнейшие признаки будут теми же самыми. То есть вопрос о положении общества и культурном принципе, о чем было приблизительно сказано? Ну вот нам только надо не приблизительно, а очень точно и жестко понимать эти вещи. Итак, вот когда в вузах или еще где-то преподают какие-то ошметки теории системы, начинают рассказывать, что системы существуют в природе. Что системы это все как бы, все является системой. то, что мы с вами изучаем, базируется на совершенно противоположном принципе. Ничего само по себе ничем не является. Зайчики, белочки, прыгающие по деревьям и пьющие в ручьях траву, не являются лесом без человека, который это назовет лесом. в данном случае лес и парк это имена систем. И эти имена систем именно означают, что систем в природе не существует. В природе не существует лес. Лес это отношение человека, деятельность на отношение человека к чему-то состоящему из много всякого существующего независимо от человека. Но мы по какой-то там причине и эта причина чаще всего культурная и деятельностная относимся к этому как к лесу. Но стоит нам изменить свое отношение и, например, вырубать больные деревья, расселять бобров, вымерших в лесу или там уничтоженным браконьерами. И сразу же бывший лес становится парком. Тогда что изучает теория системы? Мы сейчас подходим к тому, с чего начинается изучение любой дисциплины, любого предмета. Предмет и объект. Что мы изучаем? Отношение человека к лесу. К системе. Точно. Моделирование реальностью, построение каких-то моделей, назначение имен. Тоже точно. Про это говорится. Возвращение способы это нет. Сейчас вопрос. Ну вот лес это три буквы, одно слово. Получается наше отношение к миру выражается в этом слове одном, трех буквах. И каким образом тут... А может выражаться не в буквах? И в чем-то неозвученном или... Ну, точнее, тут в каком... А если буквы будут другие? Если будет тут один иероглиф, отношение леса... Сирва. Вальд. Так, вот эти они будут как-то соотноситься или нет? Или лес там в иероглифе, лес в этих трех буквах? Знаки, но че у меня. Ну, тут вы не соотносите для. И тебя в этом главе. Ну, вот, смотрите, а вы про что спрашиваете? Про отношение. То есть, у меня сейчас отношение приравнивается к языку. С какой статики? К понятию. Ну, лес. Двумя, это три буквы, леса. Ну, это, которое я сейчас вижу. Лес — это имя. Да? Угу. У вас как зовут? А-а-а... Вы встречали в жизни кого-нибудь с тем же самым именем? Угу. Да? Когда вы применяете имя Егор к кому-то другому, вы перестаете быть собой собой? Да? Я просто часто имена не воспринимаю в плане... Ну, когда общаешься с человеком, ты не общаешься не с именем, а именно с человеком в этот момент. Ты не думаешь, что он там, Игорь или Егор или что-то. Почему? Почему? Ну, потому что, ну, ты общаешься с человеком, вот он тут сейчас. Где? Ну, что, в этом человеке? Ну, имени... нет, то есть, ну, не знаю, общаешься... Про лес вы поняли. Вот сейчас мы разберемся еще с этими самыми с буквочками, да, отдельно. Может быть, не сегодня, но это тоже надо разбираться, поэтому я говорил про семиотику. Вы ведь какими-то элементарными знаниями по лингвистике владеете, да? Да. Отлично. Ну, их тоже надо понимать, как бы. Мало знать, но и понимать. Но про лес вы поняли, что лес это не нечто существующее само по себе, а лес это то, что мы называем лесом. Лес это наше отношение к чему-то существующему само по себе. С этим понятно, да? А с человеком что иначе? С чего вы взяли, что ваша соседка человек? Может, есть двенашний но во внешнем, в вашем отношении она человек. Не только в вашем отношении. То есть этот принцип придется распространить на все вне. Абсолютно на все. Когда я говорю лес, я подразумеваю белочек, ну, то есть слово лес у меня уже какая-то есть группа ассоциаций с этим лесом. Когда я говорю о человеке называю именем, допустим, там, Вася, с этим Вася уже медленно будем разбираться. Когда вы говорите лес, вы имеете в виду белочек? Нет, ну, все, что входит в совокупность понятия слова лес. То есть оно не озвучивается, может Вот то, что мы дальше будем называть системой. Да. То есть система в это и у каждой системы может быть свое имя. И когда мы говорим про любую систему, имеющую имя какое-то, либо собственное, как Егор, либо нарицательное, как лес или человек, мы имеем в виду ровно это с этим именем. Лес это лес, не белочки. Не деревья. Лес. И это есть, как было сказано там, мы тоже к этому еще будем подбираться, это есть некая единица, это есть некая вещь. Каждая система есть отдельная вещь. И она целостно нам и дана. Человек как человек, лес как лес, парк как парк. При всем при том, что разные люди по отношению к одному и тому же могут относиться по-разному. Кто-то относится к соседке как к человеку, а кто-то ведь может и как к женщине. И обратите внимание, женщина она, конечно, тоже человек. Но женщина это женщина. И если у женщины и у человека есть разные имена, то надо понимать, что когда мы говорим этот человек женщина, мы имеем ввиду что-то особенное, а не отождествляем человека и женщину. И вот самая большая ошибка обыденного мышления или немышления сознания она состоит в установлении тождества между разными именами и в этом смысле полная путаница системы отношений. А отношения, когда мы говорим про отношения, это тоже надо будет просто разбирать, что такое отношения в чистом виде. Отношения это не просто говорение, а это действие и поведение. и когда мы говорим про нечто как про лес, мы ведем себя одним образом в лесу. Если мы говорим про нечто как про парк, мы ведем себя иначе в том же самом. И вот как раз все вот эти вот вещи, они необходимы нам в системном подходе. пока я только набрасываю скорее проблемы там вопросы. Но мы обо всем этом должны будем специально говорить. И об отношениях к метру. Пока понятно про это? Какие-то еще по лесу паркам какие все-таки отношения? Это одна и та же система дворазов номинал. Это совершенно разные системы. Разница состоит в нашем отношении. Они ведь существуют. Не в природе. уже поведение они существуют в отношении. На природе тоже есть разница. Экосистема леса совсем другая чем экосистема парка. Вы про систему уже начали говорить. Экосистема леса другая чем экосистема парка. а экосистема и простая система как с собой относится соотношение соседей. Откуда вы взяли экосистему? Из биологии. Эко это значит разновидность леса. А наука что такое? Чьих людей? Значит это совокупное культурное историческое отношение людей к чему-то. Ну да. И вот люди веками вырабатывая знания по биологии начали относиться к лесу как к экосистеме. Это их такое отношение. Очень сложное рафинированное отношение которого люди добивались веками. И только во второй половине 20 века они стали относиться к лесу как к экосистеме. И начинали видеть уже в нем не просто лес или парк, а биогеоциноз. И всякое такое. Но это другие слова. За ними стоят совершенно другие системы. потому потому что если вы знаете что такое лес но не знаете ничего про экосистему и биогеоциноз то вы в лесу приходите и рвете ту ягодку которую считаете возможной съесть. Охотитесь на ту белочку которую можете ободрать себе на воротник. В парке все это вы себе не позволяете. Эти различия которые позволили выделить экосистему они же должны существовать иначе бы они не пришли в голову такому количеству людей чтобы мы объединили это в лес а это в парк. Они не пришли в голову такому количеству людей. Это вбито в голову этих людей. И это вбивание в голову этих людей есть особая деятельность которая занималась поколение людей каждый наносил свой удар это заслуга ученых первооткрывателей учителей тех которые принимали у вас экзамены по биологии и они задали вам такую картину мира в которой уже нет леса а есть экосистема экосистема лучше леса собственно и то и другое система и то и другое существует в отношении к а не в том к чему от нас это здорово что вам непонятно здорово что мы сейчас про это говорим потому что я предупреждал что я буду говорить вещи которых вы в школе не учили несмотря на все наличное у вас знания я сейчас говорю из этой умы я хотела просто небольшую иллюстрацию привести к тому как мы различаем лес просто как лес и лес как экосистему такой достаточно яркий пример школьникам младших классов сейчас искать русские народные из россии просто пример найти русские народные сказки которые показывают как древние заботятся о природе и вот родители ищут эти сказки и не находят то есть в сказках собственно говоря нет этого содержания в котором он бы говорил человек потребляет природу то есть он собирает ягоды он убивает зверушек помогает медведи волки но там нет такого содержания где бы рассказывал что человек защищает природу помогает это конструкт который создан уже в современном мире когда во время экологических катастроф экологических проблем и таким образом возникает разница понимаете вот мы живем в мире сейчас сконструированном из очень многих систем мы живем в системном мире который создан поколениями людей и вот этот мир в котором мы с вами живем он совершенно не похож на мир наших предков и далеких предков и даже не очень далеких предков потому что они жили в совсем других системах имели дело совсем другими системами ни одно те и я скажу тоже которую необходимо знать но может быть не сразу станет понятно никаких лесов вообще не существует Это есть идеальная конструкция, абсолютно абстрактное понятие для современного человека. Для пигмея в Африке, я не знаю, с пигмеями не разговаривали. Возможно, они живут в лесу. А для современного человека в эпоху экологических катастроф, понимали, весь мир, мир, включая Льды, Антарктиды, это парк. То есть это предмет заботы об экосистемах. Собственно, чем отличается парк от леса? Заботой человеческой. Парк это лес, о котором человек заботится. Тогда, когда мы называем нечто парком, мы о чем говорим? Да, о белочках мы говорим, но это не белочки. О деревьях мы говорим. Когда мы говорим о чем-то, что это парк, мы говорим о своей заботе об этом. В слове парк присутствует забота. Другое дело, она может проявляться интенсивно, лениво или еще как-то, да? Но мы говорим о человеческом отношении. И существует в истории 300 лет предпоследних, незадолго до нашего времени, до нашей эпохи. И эти 300 лет люди думали совершенно иначе. Они думали, что в природе, в мире существуют леса и парки. Современные люди так не думают. Правда, современных людей по пальцам можно пересчитать вокруг. Но, тем не менее, современные люди, говоря парк или лес, говорят об отношении. В этом случае заботы, в этом случае потребления. Ну, или какого-то там, не знаю, другого поведения, отличного от заботы. А вот 50 лет назад, когда биологию в школах преподавали без экосистем, для экологии, все было иначе. Действовал мичуринский принцип. Природа не храм, но мастерская. Или мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее, наша задача. Ну и так далее. Вот пока понятна проблематика из этого всего. Я не думаю, что пока понятно все, что за этим стоит. Но вот мы эти вещи будем разбирать на... Азах, на простейших вещах. Итак. Помните, мы там рисовали дерево, да? Деревья. Все знают, что в системном подходе, в системном методе, есть элементы. И связи и отношения между элементами. Я ничего нового пока не говорю. Значит, мы с вами должны разобрать несколько вещей, связанных вот с простейшим, как бы, деконструкцией. Вот этого простейшего представления о системе. На самом деле, более простое отношение, а или представление о системе, даже не таково. А вот таково. То есть, один элемент и отношение. Или автор. Отношение к самому себе. Но, тем не менее, и такая зарисовка, и такая зарисовка, как бы, нас пока устроит. Что мы в этой зарисовке имеем? Мы имеем элемент, для простоты, вот, в такого рода зарисовке. Второй элемент и отношение между элементами, да? Так вот, мы можем прийти в лес и ходить от дерева к дереву и ставить на каждом дереве инвентарный номер. Помечать, да? Ринвентаризировать, пересчитать все деревья и получить полный список деревьев. Мы получим элементный состав. Можем потом с ним много чего делать. Например, классифицировать. Лиственное отдельно, хвойное отдельно. Там, дубы отдельно, ясени отдельно. И так далее, да? И этот список каким-то образом там тусовать. Но тем не менее, мы получаем список элементов. Список элементов. Получив список элементов, мы получаем представление о системе? Откуда мы узнаем, что мы все элементы получили? Нет, можно все элементы посчитать, но без связи это не будет представление о системе. Потому что они, каждая по отдельности, не функционируют так, как функционируют для любого внутри целого. Ну, то есть, список элементов не дает представление о целом. Нет. А что дает? Он дает представление о каждом, то есть, обык-количестве, то есть то, что дает список. Даже с вашей поправкой, ну, для простоты представим себе, да, что вот мы как бы имеем дело со счетным множеством. Некое счетное множество. Ну, например, количество стульев. Мы можем здесь проинвентаризировать? Можем. Можем? Я просто себе небо представил. Ну, в смысле, если бы просит нарисовать лес, обязательно нарисуешь лес и небо. И если бы не было небо, не было бы леса. Ну, такого образа. И подумал, что, а где все элементы леса? Ну, тем не менее, когда мы имеем дело с простейшими вещами, а здесь у нас вообще система элементарнейшая, да, из двух элементов. Мы имеем список элементов, и ни один список элементов не дает нам представления о целом. Поэтому мы не должны называть списки элементов, ну, или, там, перечень элементов, системами. Мы будем с вами называть составом. Состав. Ну, вот, скажем так, я не знаю, как на сегодняшний день, потому что это покажет дальнейшее, как бы, да, что собой представляет группа собравшихся здесь людей. Но пересчитать всех по головам возможно. И написать список. Ну, Татьяна Ковалева этот список даже росписи требует. Потом посещаемость будет проверить. Но это будет всего лишь состав. И в этом составе будет, например, моя фамилия, там, и Егоров, да. И между нами никакой разницы. А между нами ведь устанавливаются какие-то отношения. Связь между нами есть. И в этой связи мы как-то не равны. Поэтому в этом составе, если мы задаем на составе, вот состав, та же самая вещь, которую я здесь нарисовал, да, но без связи. Как только мы задаем на элементах связи и отношения, устанавливаем вот такую вещь. Мы имеем дело уже не просто со составом, а со структурой. представим себе, что элементов больше, чем 2, ну, например, вам скажем, 5. И вот на 5 элементах можно задать совершенно разные структуры. И они задаются там графами какими-то. Можно сделать полный граф. Он еще будет вот таким образом организован. А можно сделать из тех же 5 элементов какую-то другую структуру. Ну, например, вот такую просто. И в зависимости от того, какую структуру мы задаем на элементной базе, мы получаем разные структуры. Ну, или какие-то системы, но и набор отношений и связей. Мы получаем разные структуры. Но впервые об этой разнице задумались, когда Кекуле знаменитый открыл бензольное кольцо. Когда оказалось, что раньше в химии, для того, чтобы записать формулу какого-то вещества, достаточно было просто перечислить элементы, которые туда входят. СО2, например. H2O. Потом оказалось, что в органической химии, собственно, набор элементов ограничен. Состав, из которого состоят органические вещества, это углерод, кислород, водород, ну и, может быть, с некой грязной пыльщикой. Потом оказалось, что разные вещества, имеющие совершенно разные свойства, ведут себя по-разному, имея один и тот же элементный состав, записанный в формулу. Тогда химики додумались. О, так надо еще смотреть, как они связаны между собой, эти элементы. И, например, бензол, я не помню, что там еще, какие вещества есть, у которых состав молекулы такой же, как в бензоле. Но бензол, там закольцовано, все элементы закольцованы, бензольное кольцо. Это структура, и вот эта структура оказывается важнее для поведения бензола, то есть для его свойств, качеств и так далее. Структура, которая отличается от состава. Поэтому, когда мы говорим состав, это не система. Потому что есть еще структура, более сложная какая-то вещь, когда на составе заданы отношения и связи. А чем отличается связь от отношений? Пока давайте как-то. Связи и отношения как одно и то. В принципе, можно проиллюстрировать. Знаете, как говорят? В связях порочащих его не заметен. Вот есть там связь между мужчиной и женщиной. И эта связь может абсолютно обходиться без каких бы то ни было отношений. А вот в фейсбуке, там есть такая графа, запись. Замужем, женат, состою в отношениях. Можно состоять в отношениях, но иметь никаких связей, которые считаются порочными. На этом материалы понятны. И связи между связями и отношениями. Можно ли считать достаточно заданные связи и отношения между элементами, которые здесь названы структурой, системой? Вот, опять же, ошибка. Большей части преподаваемых фрагментов и расшметков теории систем в вузах, включая университеты и продвинутое магистрское, аспирантское, докторское образование. Составит в том, что структуры отождествляют систему. А это совершенно неправильно, это просто не современно. Потому что эти связи и отношения еще нужно прочитать, понять и проинтерпретировать. И вот только тогда, когда мы имеем интерпретации заданных связей и отношений, вот тогда мы получаем систему. Возвращаясь к нашему лесу и парку, мы говорим словами лес и парк, мы обозначаем совершенно разные системы, у которых могут быть абсолютно одинаковые составы и абсолютно одинаковые эко-системы. То бишь, структуры на самом деле. А вот интерпретация структурных связей и отношений относительно парка и леса совершенно разные вещи. В парке мы интерпретируем их одним образом, в лесу другим образом. И вот возвращаясь к примеру, на котором мы это можем схватить. И сюда. Мы имеем три таких как бы представления, модуса представления системы, которые по мере восхождения или развития ведут нас от простейшего перечисления состава к установлению связей и отношений на этом составе, к интерпретации этих связей и отношений, прочтения и понимания их. И для минимума, который необходим, ученым, инженером, управленцем и так далее, нам необходимо пять типов интерпретаций. Во-первых, связи и отношения между элементами мы должны прочесть как процессы. И это будет одна из форм интерпретаций связей и отношений. Видели когда-нибудь вот я уже к Кекуле обращался к химии, естествознанию. Наверное, на уроках химии вы видели изображение молекул, да? там шарики такие цветные и между ними стерженьки вставляются. Можно из пластилина налепить, но потом трубочки для этого коктейля на них насадить и получаются такие красивенькие штучки-дрючки. А как вы думаете, что означают эти палочки? Они вот так и существуют? Чисто получается человек, чтобы для визуала то есть мы палочками обозначаем не действительные стерженьки, которые существуют в этих маленьких-маленьких молекулах, да? Даже не цепочки и веревочки, которыми они друг к другу привязаны. Это поле можно обозначить. Но это чисто получается визуально, чтобы для упрощения восприятия. Мы обозначаем процесс. Этими палочками, обратите внимание, штучками, обозначаем то, что штучками вещичками не являются, а являются процессом. Процессом, например, электрического взаимодействия между атомами. Электричество же не палочка. И вот для школьников мы палочками обозначаем процессы. Процессы, а можем иначе. Можем обозначить или там как бы прочесть эти же самые вещи, но как функции. и функции и процессы могут относиться к одними и тем же связям и элементам в системах, но изображаются совершенно по-разному. Понимаются по-разному, трактуются, интерпретируются, описываются. Кроме того, мы можем описать связи и отношения на языке материала. Материалом, в отличие от материи, может быть, все что угодно. Энергия-материал, знаковый материал, семиотический или еще какой-то. Но, тем не менее, мы можем разного рода отношения описывать как материал. Ну, скажем, материал электрической природы или гравитационные какие-то взаимодействия или, собственно, вещественные. Какие угодно. Кроме того, мы имеем дело помимо материала еще с организованностями материала или с морфологией. Здесь уже требуется некоторое объяснение. Вы понимаете? Вот бумага, да? И бумага обладает некими свойствами. Это материал. Мы можем какие-то там связи и отношения обозначить в материале, да? Но этот материал обладает определенными свойствами как материал. Можно изменить эти свойства. Конечно. Как? Намочить. Продолжение. Ну, намочить это тогда будет другой материал. Это будет мокрая бумага. Можно сжечь. Но тогда это будет... Сложить самолетик можно. Можно самолетик сложить, да? И тогда самолетик и вот этот лист будут летать иначе. Свойства изменятся, да? Например, там способность выдержать там груз какой-то, да? Одно дело просто лист бумаги, а другое дело, например, организованное иначе, в трубочку, да? И прочность трубочки она совершенно иная, чем просто прочность листа. Почему, например, просто сложить несколько листов бумаги можно получить толстую бумагу. А можно получить, например, гофрированный картон. Чем отличается гофрированный картон от толстой бумаги? Тем, что там, скажем, два слоя сверху и снизу бумаги, а между ними организованный слой бумаги, да? Из трех листов бумаги мы можем получить материал такой же прочности, как и из пятидесяти листов бумаги склеены. Просто за счет организации материала. Но это на уровне простой, простейшей бумаги, а если мы говорим о каких-то социальных системах, экологических системах, и так далее, там как раз организованности материала имеют порой большее значение, чем чистый материал. Ну и, собственно, пятая интерпретация это связи и отношения. которые тоже должны уже быть не просто зафиксированы как это в структуре, наличие, но проинтерпретированы, поняты и прочтены. Если возвращаться уже к тем же самым социальным связям и отношениям, то скажем, сказать, что некий человек, мужчина, и некий человек, женщина являются мужем и женой, не означает понять, в каких связях и отношениях они состоят. Эти отношения могут быть отношениями любви, а могут быть отношениями ненависти. Эти отношения или связи могут быть прочными, а может оказаться так, что они как-то ведут отдельное хозяйство. Кроме того, это могут быть связи и отношения зафиксированные штампой в паспорте, а могут без всякого штампа в паспорте быть ну и так далее. И вот минимальное современное представление о системах означает, мы движемся от состава, стараемся вообще задать полноту состава, какого-нибудь сложного явления. Затем на составе мы рисуем и задаем структуру, но ту структуру, которую как бы можем увидеть и зафиксировать, а не приписываем некие абстрактные связи и отношения. И установив структуру, которые могут очень сильно отличаться друг от друга, мы начинаем интерпретировать установленные структурные связи и отношения как процессы, и описывать их как процессы, как функции, как материал, как организованность материала, и как связи и отношения. И только получив все вот это, мы получаем собственно то, что в современном мире называется система. По минимуму. По минимуму это означает, что мы дальше не как-то не проводим градацию подробности, глубины, описания процесса, описания системы и так далее, функции и прочего, а в каких-то пока очень грубых вещах, грубых формах. Я пока на этих грубых формах, в этом курсе мы и остановимся, но в уже собственно профессиональной деятельности, в аналитике политических, экономических, социальных процессах, в программировании той же самой экономики, социальности, политики и так далее, там уже принципиальным является глубина и сложность описания этих всех вещей. Вот пока я выдал маленькую часть предмета и объекта системного подхода, который мы будем разбирать в этом курсе. Есть ли вопросы реплики, замечания, возражения и обсуждения? Можно запомнить пример интерпретации последних отношений как функции? Ну, я даже уже приводил этот пример по поводу семей. Вот предположим себе, давайте разберем, чтобы всем было понятно. муж вот так вот жена. жена. вот так вот как называется вот эта штучка, которую я последний нарисовал? процесс взаимодействия взаимодействия отношений. Ну, что называется? Брак, шлюп, супружество, замужество и так далее. Смотря как это прочитать. Например, отсюда-сюда это будет замужество или наоборот женатость, а отсюда-сюда будет замужество. Отлично. Ну, все, исчерпали? Так оттуда-куда все-таки. И оттуда-туда, и отсюда-сюда. Бывает. Отношения. Мы зафиксировали брачное отношение. Оно вообще ни о чем не говорит. Слушай, это падла. Может, каждый вечер приходить с работы, требовать борща, а потом у койку. И этим ограничиваются супружеские отношения. Может такое быть? А совместное посещение выставки Рембрандта. А ведение хозяйства, производства детей. Ну, и так далее. И вот мы начинаем как бы все вот эти штуки вносить туда. Вот в просто фиксацию этого отношения. его можно описывать разными вещами, вплоть до графика, на котором мы обозначаем, скажем, здесь время, а здесь любовь. Ну, и скажем, брачные отношения могут развиваться вот таким образом. Могут. чаще они развиваются вот таким образом. И это все вот как бы уже системные интерпретации. А материал что тут? Материал, материальное, вот материал, штамп в паспорте. Есть так называемый эффективный брак. Единственным материальным выражением этой связи является штамп в паспорте. Ну, а может быть какой-то другой материал, Ну, сексуальные отношения, Льготные кредиты, которые... Ну, да, разные такие вещи, да? И там есть материал денежно-имущественные отношения, сексуальные отношения, там, не знаю, нравственно-этические отношения, деятельностные отношения могут быть, если это семейное предприятие или еще что-нибудь такое. Огромный набор материалов, которыми мы можем описывать эти брачные отношения. И они, как правило, предметизируются, эти материалы. Психологи будут описывать брак таким образом, юристы будут описывать другим образом, этнографы третьим образом, да? Вот возьмите, например, для меня, там, существует марксистская литература в некоторых ее хороших образцах. Энгельс очень плохой марксистский писатель. Писал всякую дурь. Но у него есть одна книжка про происхождение семьи, частной собственности и государства, из которой я лично впервые познакомился, потом уже полез читать Моргана, Тейлора и так далее, с типами семьи, очень сложными отношениями и материалом этих отношений. И, собственно, если прочитать книгу происхождения семьи, частной собственности и государства, то из маленьких, почему становится понятно, во-первых, почему марксисты называли семью ячейкой общества. Они, в общем-то, рассматривали дальше такого рода связи и отношения, вот такого рода системки, простейшие системки, как элементы большой социальной системы. А на развитии генезисе брачно-семейных отношений они рассматривали, могли рассмотреть историю общества. История общества это не только борьба классов по Марксу, но это еще и развитие вот этой простейшей связи. Ну, если хотите. Да? Но, я сейчас, это пример, это только пример, меня попросили, как бы, да? Вообще, примеры такого рода не затрудняют понимание. Нам сейчас надо понять это почти в таком математическом виде, да? В математическом простейшем элементарном виде. Итак, система включает в себя последовательное наращивание сложности от состава через структуру к собственной системе. Система же сама, как таковая, представляет собой сложную систему взаимодействия или взаимоотношений. Пяти типов интерпретаций. то есть, прочтение структурных связей и отношений как процессов, функций, материалов, организованности материала и связей и отношений как специфического типа описания. структура историю познания человеческого когда это самое научное познание шло не случайным образом методом тыка как это было в древности а когда появился метод научный естественно естественно научный метод то как бы он сразу же поделил все исследование на две части собственно гипотетико-дедуктивный способ познания раз и коллекционирование марок почему потом фи профиль про науки и говоришь бывает только физика гипотетико-дедуктивный метод и работа с идеальными объектами и работа с реальными объектами которые называли коллекционированием марок каком смысле именно в таком смысле что за чтобы не брались ученые они просто описывали состав и набирали вот эти вот описание состава химики ботаники энтомологи бабочек ловили и описывали как да линей который потом классификации строил то описанный состав и придумывал номенклатуру этих инвентарных номеров да чтобы не перепутать червяка с крокодилом там поэтому имена придумывали для каждого очень разные двойные с фамилией каждый человек имел имя и фамилию и тогда не перепутаешь как бы да вот потом уже более продвинутые дисциплины стали устанавливать на составах связи отношений поэтому ботаники перешли от этого коллекционирования марок к экосистемам так называем что такое экосистема они просто как бы взяли какие-то простейшие вещи типа представление круговороте воды в природе и перенесли это внесли на состав там деревьев трупоедов хищников и так далее зациклили круговорот воды в природе как до которого доперли древние перенесли этот принцип на круговорот органики и в шин построили экосистему так радовались сто лет больше ничего не другими занимать и так получились структурные вещи это получилось сначала вот в химии как то потом как бы стали с ними работать а вот двадцатый век это перенос структурных представлений на социальные коммунитарные духовные вещи и так далее и вот весь французский структурализм ну французский потому что как бы он так перекочевал на самом деле туда вклад носили очень многие лингвисты культурологи философы и так далее структурализм он завершил эту вещь округлил потом получилась такая штука что вместо развития идей структурализма лео фон бертоланфи вот если вы видели программку там как бы до мессорович там и другие продолжая линию математических способов представления сложных объектов развили вот эту вот математическую линию и оторвали ее от накопленного структурализма знаний поэтому гуманитаристика структурализме и собственно как бы необходимость система техники первую очередь привели к отрыву двух этих линий познания и разрыв между гуманитаристикой и техническими дисциплинами второй половине двадцатого века стал очень большим если например в 30-е годы кибернетикой очень интересовались гуманитарии то к 60-м годам кибернетикой стали интересоваться только узкие технари а к 80-м годам даже технари забыли про кибернетику про теорию систем как бы и так далее потому что это все вошло уже как бы формулы было забито много во многих таких вот как бы технических вещах да и собственно думать и понимать уже перестали как только они перестали а гуманитарии до этого просто не дотягиваются ну и буквально только несколько групп системных исследований москве в рэнд корпорейшн например тогда в америке они продолжали удерживать эти две линии и структурализм и собственно как бы технические способы строения структур а еще одна линия связаны с герменевтикой пониманиями интерпретациями она вообще отдельно шла ну и только вот концу двадцатого века эти все линии сходятся и то что я сейчас вам рассказываю это вот как бы схождение нескольких независимых линий которые внесли свой необходимый вклад в системный подход и системное представление которыми владеют на сегодняшний день несколько корпораций во всем мире всем остальным достаются знания ну типа букваря держит всех остальных за обойнение но немножко в сторону иллюстрации скажите насчет этого этапа интерпретации которые и образуют получается систему в конечном итоге да я вот это слово меня смущает тем что интерпретация это для меня сильно субъективно вот если взять первые там вот именно состав да ну пришли в лес вот один человек пересчитал деревья сказал что их двадцать ну там допустим да второй тоже пересчитать у него тоже будет двадцать ну потому что если их двадцать ну нельзя по другому посчитать а интерпретация это слишком как-то субъективно чтобы образовывать как-то чтобы говорить об этом всем и одинаково так оно и есть субъективно интерпретация она имеет дело с процессами понимания правтовки понимания интерпретации да и поэтому один из ну как бы главных критиков герменевтики полирикер он на эту тему специальная книжка пишет конфликт интерпретации в этом смысле конечно ни одна форма интерпретации чего бы то ни было как процессов как функции там и так далее не может претендовать на то что вот когда-то там ньютоновской физики предполагалось как абсолютное знание абсолютная истина открытие вот непреложной истины в этом смысле все интерпретации процессов функции материала и прочего может быть к материалу там организованности материал это в меньшей степени относится но в первую очередь процессами функции все они должны быть конфликтными конфликтными а дальше сами по себе конфликтные вот эти вот интерпретации представляют собой тоже систему определенную которая так или иначе превращается в структуру поэтому конфликтной интерпретации связываются внутри принципом дополнительности нильсофора ну знаете про простейшую систему электронов потонов свет потом как частица и свет как волна и когда мы описываем простейшую элементарную как бы единицу света мы оказывается по материалу не можем ограничиться в его описании одной из конфликтных структующих интерпретаций более того для практики иногда годятся интерпретации корпускулярные интерпретации материала света а для других практик годятся волновые интерпретации и поэтому нильс вор сформулировал по отношению к этому методологический принцип дополнительности свет или вот это вот простейшая система может быть описано только и так и так и тогда мы имеем две интерпретации дальше они развиваются каждая в отдельности и мы можем доводить волновые описания света до очень и очень рафинированных каких-то моделей и точно так же корпускулярные мы можем доводить до очень рафинированных моделей например членя элементарные частицы для до суб элементарных частиц ну и так далее еще вопрос если я правильно понимаю объектом нашей интерпретации являются как раз таки связи и отношения что означает пятый этап интерпретации связи и отношения как связи и отношения ну вот смотрите мы потом отдельно будем еще разбирать каждую из интерпретаций когда дойдем до этого но вот когда мы говорим о интерпретациях связи и отношения мы можем например брак брак да интерпретировать читать в отрыве от того что является мужем и женой грубо говоря когда мы берем вот это вот отношения то вот в первых случаях интерпретации до 5 1 2 3 4 мы берем связи и отношения уже с концами с этим со всеми и поэтому когда мы например трактуем про материал да мы говорим ага ну вот это вот как бы одна половинка брачных отношений один элемент брачных отношений и он задан таким-то таким-то материалом а в гомосексуальном браке материал будет одинаковый как бы да поэтому даже трактуя это как вот просто отношенческие вещи мы все равно интерпретируем это с учетом материала да а потом дальнейший как бы шаг интерпретации мы должны оторвать это от материала и там очень важный момент в современной философии вот если вы возьмете посмотрите мою статью в философской энциклопедии статья деятельность да там обсуждается такой момент как замена системными представлениями антологических представлений антологических то есть ну как бы бытийно вот этих вот вещей да современная рафинированная теория системы или системное представление более не требуют отношения к ну вещам они работают с чистыми отношениями связями категориями и так далее это очень рафинированная работа до этого еще как бы доходить надо да но я думаю что это на сегодняшний день составляет сути содержания собственно высшего образования которого который дается в считанных там учебных заведениях по всему миру но работа вот именно с системными категориями в отрыве от антологических она и дается вот в этих интерпретациях связей отношений как такова была речь о теории системы что она изучает и было сказано отношения то есть теория систем изучает я просто хотела записать это не уверена что могу сейчас формулировать поэтому что изучает теория системы ну она как бы изучает отношения деятельностное отношение отношение человека к всему до чего дотягивается отношение человека грубо говоря начало современному деятельностному подходу лежит в марксизме тезисах хаффер бахи и формулируется таким образом что предшествующее поколение философов и его ученых изучали и объясняли мир тогда как задача состоит в том чтобы мы из этого как бы не изучали и объясняли мир а меняли его для того чтобы его менять он должен быть препарирован иным образом и тогда в тех же тезисах о фейер бахе говорится что как бы все объективное самом деле есть проявление субъективно чувственного отношения человека к этому ко всему ничего не бывает само по себе а все бывает для нас ну дальше можно вернуться к кантовской этой самой критике чистого разума там и говорит про вещи в себе да и про вещи для нас вещи в себе недоступны нашему пониманию все что мы знаем мы знаем про вещи для нас но началом да вот есть мы дальше мы и вещи некие вещи для нас даны с нашей стороны с нашего конца и объективность состоит только в том что мы берем и рассматриваем систему и системный подход и системный анализ предполагаем что когда мы говорим лес то он относится вот сюда поскольку мы про это говорим да а в системном подходе он относится вот к этому но сейчас если позволите если вы совсем еще не устали я как бы еще один момент брошу да значит вот мы с вами ввели представление о том чем мы будем заниматься а теперь мне надо ткнуть пальчиком собственно в то чем мы дальше как бы будем на чем с этим со всем работать и что будем припаривать это вот что такое а вот помните Егор начинал обсуждать лес да лес или там скажем что там лес пушча там бор как угодно это можно называть на разных языках но это ведь не перестает быть одними тем же в плане отношений в плане отношений в плане в плане в плане в плане в плане может быть может быть поэтому да вот то элементарная система от которой мы должны отталкиваться и которую начинать препарировать и изучать будет включать для нас следующую штуку два элемента всего лишь знак вот это был знак ну знак чего-то того как мы например относимся к Беловежской пущи да к парку там имени 50-летия чего-нибудь там и так далее да вот это вот знак этого отношения отношения оно там да и оно есть означаемое означаемое и знак и вот отношения между этими двумя элементами знаками и означаемым и является простейшим случаем системы анализом которой мы займемся для того чтобы переходить к более сложным системам при этом при простейшем составе да здесь всего два элемента простейший состав раз элемент это знак два элемента это то что этот знак означает слово Егор знак означает оно этого Егора а может означать еще там любого другого Егора да вот но это отношение между знаком и означаемым мы тоже представим себе двойным образом отношение номинации знак что-то номинирует называем и отношение референции то есть как бы когда мы говорим хоть горшком назови да Егора можно назвать горшком но как это то он попросит только в печь не сажает поэтому знаки и слова они не безразличны для означаемого потому что есть отношение референции или соответствие между означаемыми знаками и они не тождественны друг другу не симметричны между как бы дальше могут быть там какие-то очень сложные вещи отношения вот эти вот отношения мы начнем разбирать дальше для того чтобы вводить на простейшей системе всю сложность системных представлений отношений ну вот с этим бы я пока наверное закончил иначе мы все поплыли да просто рука какая-то рука была я хотел спросить обязательно должен быть знак для означаемого то есть я могу работать с означаемым без знака не очень удобно думаю что нет и все что я знаю про это говорит о том что если мы не имеем знака для чего-то то это что-то не существует ну а если ты вот знаете вот в книжке про Миклуха Маклай как Миклуха Маклай ездил папуасы там описан такой как бы стрижет бороду Миклуха Маклай поутру а к нему приходят праздно шатающиеся папуасы смотрят на это текавое занятие и обнаруживают зеркальцев которое подсматривает Миклуха Маклай когда стрижет себе бороду очень предмет заинтересовал папуасов поскольку в их жизни в их мире папуасов такого предмета не было они смотрят и видят себя ничего необычного они же себя не раз видели ну где в лужах видели дожди-то там идут в папуасе лужи есть в лужах отражаются папуасы видели такое и папуас который это увидел говорит вода потом в эту водичку пальцем тычет непорядок папуасы живут недалеко от экватора воды они видели много раз отражение свое в воде видели много раз номинировав предмет как воду они сталкиваются с необычной ситуацией вода твердая такого в их мире не бывает но предмет номинирован теперь многие другие папуасы не видевшие не заглядывающие не заглядывающие из-за спины макуха маклая получают знания о том что существует некая твердая вода а дальше в папуасский язык это входит как твердая вода значит взаимодействовать можно только передать знания с чем взаимодействовать ну не важно с этим твердым потому что в руках есть то есть вопрос я так понимаю Егора в том может ли папуас сам побриться смотря в твердую воду да он не найдет твердую воду понимаете какая вещь он не может этого сделать просто по той простой причине что еще до того как он начнет бриться он уже тыкнул туда пальчиком и назвал это дело называние взывание к чему-то да вот оно вызывает это к существованию в человеческом мире неназванного в человеческом мире ничего не существует не факт что названное существует да но неназванного точно не существует пойди туда не знаю куда принеси то не знаю что или отдай мне то чего дома не знают все что существует в нашем мире так или иначе названо другое дело что у нас часто нету нормальных имен соответствующих референций поэтому мы заменяем это местоимениями которых на самом деле не только вот часть речи местоимения но и штучки дрючки закорючки вот это глюковина вон в ту загогулину как даст такие вот иногда мы там ремонтируя чего-то сложное про что не знаем как бы до нормальных имен но они уже существуют у нас вот номинированные номинированными такими вещами как штучки дрючки и так далее у кого-то там по моему шекли из фантастов или у саймака есть такой рассказ магазин там необычных вещей когда некие там люди попытались изучить что люди называют другие вообще вот языке штучками закорючками там и так далее да и потом наделяли вещи созданные да вот всеми свойствами которые они синтезировали из этих штучек закорючек и получались там всякие волшебные чудесные вещи но для того чтобы что-то вызвать из хаоса мира к существованию в нашем человеческом мире мы сначала это должны номинировать и номинация обязательно это слово к слову или номинация может быть связано с языком ну вот для этого знаете какая вещь чтобы с какими-то штуками разобраться с такими вещами иногда надо их препарировать остановить остановить мгновение развернуть его в некий процесс мы живем в мире в котором мы ведь не читаем например по с по буквам да ну это уже тоже банально все знают что мы сканируем текст пропуская буквы слова и так далее да мы читаем его насквозь поэтому в этом природа грамматических ошибок если вы читали по букву мы бы писали безошибочно а мы вот такими гештальтами образами читаем но когда-то мы читали по букву потом мы автоматизировали этот процесс и он теперь уже как бы сверл в таком свернутом виде для нас существует что мы его не можем даже схватить чтобы с ним разобраться глупо копаться в себе надо взять детей которые учатся читать и мы тогда поймем как становится вот этот навык свернутый в мгновение то же самое для того чтобы понять про язык что-то глупо сейчас вот человеку который владеет языком копаться в том как он им владеет он уже как-то сороконожка начнет копаться лишь и слова сказать не сможет а мы можем посмотреть на детей как они осваивают и мир и язык когда дети начинают видеть себя зеркало даже дату знает а я были когда по принципу и вот там нельзя разорвать обнаружение себя в зеркале это не означает что ребенок в зеркале не видит что-то ползающий вот если поставить большое зеркало ну и пустить его ползать он будет ползать и видеть что-то там но это не означает что он будет видеть там себя это одновременно происходит осознание себя называние себя в плане мне дай вот ребенок первое там что он может говорить там дай прося но там еще нет подлежащего сказуемого кому дать чего зачем и так далее вот он осваивает мир именно таким образом по мере называния появление местоимения я или его заменители дает ему возможность обнаружить себя в зеркале обнаружение себя в зеркале требует уже не просто местоимение какого-то как бы данное называние поэтому ребенок долгое время начинает как говорит о себе в третьем лице потому что он обнаружил себя во вне себя ну и так далее там вот как бы вот это вот препарирование овладения человека языком на детском опыте овладения языком очень интересно на самом деле и мы лучше гораздо понимаем то что мы говорим и как мы употребляем язык слова вообще с системами работаем этими всеми если мы поймем как ребенок овладевает всеми этими вещами первоначальный глагольный язык начинает обрастать всякими штуками а глагольный он именно в том смысле что вот как это структурные связи отношения там в глаголом отношения чего-то к чему-то схватывается сразу и концы то есть то что мы называем подлежащим например дополнение еще чем-нибудь и так далее поэтому дай там еще какие-нибудь такие штуки которые вызовут действия желания отношения у ребенка только потом начинают дополняться подлежащими нет ничего в мире что существовало бы для нас не будучи назван или хотя бы как-то означкован не факт что-то назвали даже аббревиатурой сквозь и научным языком существует дед мороз назван мы его даже зовут временем не раз в год он даже приходит еще нету про деятельность интересно про деятельность на стажу про деятельность еще вопросы нету отлично тогда мы может быть на этом сегодня закончим но те кто доживут до следующего раза придут все таки захотят сохранят потенциал заинтересованности в том чтобы с этим совсем разбираться я надеюсь что уже будут понимать о чем мы говорим и не считать комнату интерьер реально существующие это не означает что если это существует все в нашем отношении то это властно над этим напоследок басню вот такой философ епископ беркли известная философия как епископ беркли которому приписывается некое дурацкое якобы учение хотя беркли был не таков но субъективного идеализма и вот это вульгарное представление о учении епископа беркли было свойственно и его современнику джонатану свифту а жили они примерно в одно время и в общем в одной стране в Ирландии в Ирландии часто дождь идет и вот однажды епископ беркли решил навестить своего соотечественника джонатана свифта в его доме во время дождя приходит и звонит в колокольчик в ворот слуга спрашивает точнее докладывает джонатану свифту так и так там епископ беркли пришел пускать а что джонатан свифт ему говорит если теория епископа беркли верна то тогда ему все равно впустим мы не впустим так и так далее как бы поэтому мы не будем его впускать пусть проверяет таким образом свою теорию так вот как бы не уподобляясь джонатану свифту мы говорим про деятельностные именно отношения к этому всем не отношения хочу и будет так не хочу не будет так хотение наше не имеет к этому никакого отношения все спасибо спасибо